Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Обязан ли верующий отдавать все, что от него просят? Мы будем отталкиваться от текста Евангелия от Матфея, 5 глава, 42 стих. Здесь сказано «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Но в противоположность этим словам в Писании сказано. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если кто о своих и особенно домашних не печется, тот отрекся от веры хуже неверного». Оказывается, человек должен соизмерять. Если у него кто-то что-то просит, он не может заниматься благотворительностью, например, за счет собственной семьи. Почему сказано «Если же кто о своих и особенно домашних не печется, тот отрекся от веры хуже неверного». Давайте посмотрим, как это толкует Феофилакт. «Если же кто о своих и особенно домашних не печется». По поводу этих слов он предлагает такое объяснение. Сластолюбивая женщина говорит «потому уже умерла и погибла, что всю заботу употребляет на себя. Между тем, должно заботиться о своих, то есть верных и особенно о домашних, то есть принадлежащих к роду, разумеет всякую заботу и о душе, и о теле». И о душе, и о теле. Истолковые слова «Тот отрекся от веры» Феофилакт пишет. «Почему? Потому что дела его такие, когда он не печется о домашних, не суть дела верующего. Если бы он веровал в Бога, то слушался бы его слова». И здесь ссылка из пророка Исаии, 58, 7, где Господь наставляет нас. «От единокровного своего не укрывайся». То есть от родственника не надо прятаться, укрываться, если он нуждается в нашей помощи. Истолковые слова «что таковой, который игнорирует своих родственников, и хуже неверного» Феофилакт пишет. «Потому что последний, то есть неверный, если и презирает чужих, то, по крайней мере, не презирает близких себе, конечно, побуждаемой природой. А он, то есть христианин, нарушает и закон Божий, и закон природы, поступая несправедливо, то есть по отношению к домашним своим». «Кто же поверит, что такой человек может быть милостивым к чужим? А если он действительно милостив к чужим, то не тщеславе ли это? По-размысли, если хуже неверного тот, кто не заботится о домашних, то куда причислить того, кто обижает своих?» Имеется в виду жену, детей. «Ведь всякому для спасения недостаточно своей собственной добродетели, если он, сам будучи добродетелен, не учит и не убеждает быть таковыми и своих родственников». Да, действительно, друзья, мы знаем, что не пророк человек в Отечестве своем и не лечит врач домашних. Но равнодушно смотреть на то, как они сбиваются с пути, мы не имеем права, потому что родство обязывает, и это заповедь Божия, от единокровного своего не укрывайся. В Писании также сказано «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Это послание Галатам, 6 глава, 10 стих. То есть на первом месте семья, на втором месте наипаче своей по вере, а потом уже весь мир. Можно и врагам помочь. Феофилакт пишет, толкуя эти слова из послания к Галатам, «Как не всегда удобно сеять, так точно и оказывать дела милосердия, что показывают и девы». Помните, когда у них просили масла, а ему же надо было идти встречать жениха. И Лазарь, за которого хлопотал богач, который был в огне, но уже было не время. Поэтому пока имеем время в этой жизни не только учителям, но и эллинам, и иудеям будем оказывать добро. То есть нет разницы, какой человек. То есть благодеяние и милосердие и уточнение, чтобы мы все-таки выстроили правильную иерархию ценностей. Конечно, не в одинаковой мере нужно оказывать пособие Сим последним и единоверцам. Но большую щедрость нужно оказывать верующим, то есть таким же христианам. Ибо на это указывает словом наипаче, а наипаче своим по вере надо помогать. Но заметь, и в этом случае, насколько он удаляет их от иудейской узости, он – это апостол Павел. Ибо закон открывал сердце в отношении к единоплеменникам, там ближний – это человек той же нации. Благодать же, как сказано, благодать произошла через Иисус Христа, призывает землю и море к трапезе милосердия. То есть мы каждого готовы посадить за свой стол. Хотя и не в одинаковой мере, как и сказано наипаче своим по вере. Прекрасный комментарий. И еще, это очень важный текст, древний, из книги «Дидахи». «Дидахи» по-гречески – это учение. Полное название этой книги – «Учение Господа, преподанное народом через 12 апостолов». Это памятник раннехристианской письменности. И вот здесь есть такие слова. «Всякому просящему у тебя давай и не требуй назад, ибо Отец хочет, чтобы всем было раздаваемо от даров каждого, блажен дающий по заповеди, ибо он не повинен». То есть в собственном тщеславии. «Горе тому, кто берет, ибо если он берет, имея в том нужду, то он не повинен. А не имеющий нужды, но берущий, даст отчет, зачем и на что он взял, и, подвергшись заключению, будет спрошен о том, что он сделал, и не выйдет оттуда до тех пор, пока не заплатит последнего Кондрата». Здесь аллюзия с известными словами Христа. И очень интересное уточнение. Впрочем, об этом сказано еще так. «Пусть запотеет милостыня твоя в руках твоих, прежде чем ты узнаешь, кому давать». То есть направо и налево мы не должны раздавать свое имущество, мы должны выстраивать правильную иерархию ценностей. На первом месте наша семья, потом братья по вере, а потом остальной мир. И мы не можем быть благотворительными за счет наших домашних или братьев и сестер по вере, помогая всем подряд. Это будет неразумно. Итак, мы ответили на интересный вопрос. Подписывайтесь, братья и сестры, на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя. Продолжение следует...